Мир вам, братья и сестры. По милости Божьей мы сегодня собрались вместе все здесь. И в этот хороший день, солнечный день, день благодарения нашего, я также хочу присоединиться вместе со всеми вами в благодарности Господу. В том, что я также есть в числе живых среди вас. Моя семья со мною, знаете, есть одежда, есть пища, есть кровь над головой. Есть за что благодарить Господа, правда, друзья. Есть за что славить сегодня Господа. Но больше за все мне хочется благодарить Господа за то, что Он открыл мне Слово Свое. За то, что я знаю путь, в котором есть будущность, в котором есть надежда, в котором есть жизнь вечная. Это самый большой дар, который Господь когда-либо для меня даровал. Знаете, в моей жизни Господь, я могу сказать, два раза продлил мне жизнь. Когда-то в детстве Господь продлил, и несколько лет назад я тоже благодарю Господа, потому что я вижу, что могло бы закончиться, а моя жизнь бы прервалась. Но я больше за все, все же благодарю Господа за то, что Он мне открылся, что Он мне указал этот путь спасения. Поэтому мое сердце сегодня переполнено и радостью, и благодарностью нашему Господу, потому что Бог, Он достоин славы. Он достоин, друзья. Не всегда по нашим заслугам. Иногда вот так смотришь сам на себя и задаешься вопросом, Господи, а за что Ты меня любишь? Ведь я так часто не такого пред Тобою. Ведь так часто я в этой суете. Ведь так часто я просто даже забываю помолиться Тебе. А Господь любит. Поэтому, друзья, будем сегодня открывать сердце наше, будем благодарить Господа, потому что Он достоин славы, достоин хвалы наш Господь. И знаете, смотря на все эти прекрасные плоды, это очень красиво выглядит, приятно. И эта милость также в этом Господне. Господь нас обильно благословляет. В наше время, я не знаю, что будет в следующем году, но в этом году у нас есть большое изобилие. И мне хотелось бы поговорить также сегодня об одном плоде, который, ну, мне кажется, он очень важен в жизни каждого христианина. Он даже не то, что важен, он необходим. Это плод, о котором, когда он есть у человека, радуется небо, радуются ангелы. Это плод, который приносит спасение человеку. Это плод, без которого невозможен вход в небо. Я буду читать Слово Божие, мы немножко порассуждаем и будем молиться нашему Господу, будем обращаться к Нему, будем просить милости Божьей для каждого из нас. С первого места, которое я прочитаю, это Деяние святых апостолов. 17 глава с 30 стишка. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного, и мужа подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Еще одно место сразу прочитаю, это Иоанн Леот Матфея с 3 главы. А возьму с 7 стишка, 3 глава Матфея, 7 стишок и ниже. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «По рождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». «Уже из секира при корне дерева лежит, и всякое дерево, не приносящее добро плода, срубает и бросает в огонь. Я крещу вас в воде, покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вод Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит губно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожрет огнем неугасимым». Вот такие два места. Слово Божие, думаю, мы все хорошо их знаем. И я прочитал слово с Деяния святых апостолов, где апостол Павел обращается к собравшуюся народу вокруг его. И это сегодня слово звучит и к нам. «Говорит, Господь повелевает всем и повсюду покаяться». Знаете, сегодня, может, многие из нас могут сказать, «Мне нечем каяться». Может, многие могут сказать, «Я христианин, я хожу дорогой, я стараюсь держаться Библии». «В чем мне каяться?» Или «Покажите мне, в чем покаяться?» «Где мой грех?» «Я не краду, я не убиваю, я не обманываю» и тому подобное. «В чем мне сегодня каяться?» И второе место я читал. «Вышел Иоанн Креститель крестить». К нему собирались множество народа, написано. И он увидел, что к нему начали идти фарисеи и саддукеи. Я не знаю, по какому поводу они шли. Они считали себя праведными. Но что-то все же касалось сердца ихнего, и они шли. Но Иоанн, будучи Иисус Христос, засвидетельствовал о нем, что он самый больший, какой когда-либо восставал пророк на земле. И я думаю, хоть нам не описано об этом, у него было ведение. Господь говорил к нему. Господь показывал ему, и потому что Господь его послал совершать то, что он делал. Он знал голос Божий. Он видел внутренность этих людей. Он видел, почему они шли. Может быть, только для вида шли. Я не знаю. Но он говорит им, сотворите достойный плод покаяния. Потому что дальше он говорит, что уже и секира при корне дерева лежит. И всякое дерево, не проносящее плода, срубают и бросают в огонь. Знаете, в наше время часто можно увидеть картину или понаблюдать за картиной, подобной книжникам и фарисеям. Поймите мне правильно, я никого не хочу сегодня осудить. Я не хочу сказать, что кто-то что-то неправильно делает. Но сегодня можно увидеть такую картину. Бывает какое-то призывное или собрание, еще какой-то съезд. Говорят, что кто хочет покаяться, а многие выходят каяться. Даже некоторые больше идут на исповедь, исповедуются. Открывают свое сердце, кажется, пред Господом. Но проходит маленькое время, опять те же люди идут с теми же грехами, опять каятся. Знаете, я не говорю, что неправильно выходить. Это правильно, это нужно. Правильно идти исповедоваться, если тебя влечет. Если ты чувствуешь, что это правильно, это нужно. Но, друзья мои, этого недостаточно. Это только один шаг к покаянию. И Слово Божье нам говорит, что сотворите достойный плод покаяния. Должен быть плод нашей жизни. Плод этого покаяния, плод того, что я почувствовал, что мне нужно покаяться. Я должен показать в жизни своей плод этом. Плод в том, что если я грешил, чтобы я больше не грешил. И знаете, сегодня очень тяжело бывает увидеть свое состояние. Очень тяжело бывает увидеть себя. И сегодня мое Слово ко мне первому. Что сегодня в моей корзине? Несу ли я эти плоды покаяния пред Господом? Есть ли они у меня? Сотворил ли я этот достойный плод покаяния? Есть ли у меня это действительно на деле покаяния пред Господом? Или я просто ложусь спать? Господи, прости меня, я вот там поступил неправо. Я вот там сделал что-то не так. Прости меня. И на этом заканчивается. А завтра иду, и опять, таков же, как был вчера. А Слово Божие нас предупреждает, что у нас должен быть плод покаяния. Мы можем взять такой пример. Я не буду читать. Закхей. Иисус зашел к нему в дом. Его укоряли за то, что он зашел к нему. Но когда пришел Иисус, этот человек, Закхей, он сотворил плод покаяния, потому что Иисус знал его внутренность, он знал завтрашний его день. Он говорит, что стал, и перед Иисусом говорит, половину имения своего продам и раздам нищим. Кого убидел, воздам четверо. Иисус знал, что это не просто слова, что он действительно так поступит. Потому что написано, не нужно было, чтобы кто-либо что-то говорил о человеке. Иисус знает о человеке. Иисус говорит, пришло спасение дому сему, потому что появился плод покаяния у человека. Пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Знаете, чтобы увидеть себя, сегодня нужно прийти в присутствие Господня. Сегодня нужно прийти, подобно, как Исайя в свое время увидел славу Божью, пришел в присутствие Господня. И написано в день смерти Озии, это шестая глава Исайи, с первого стишка там написано. В день смерти Озии, я буду своими словами говорить, Исайя увидел престол Бога, увидел сидящего на нем, увидел вокруг его тех, которые воздавали славу ему. Он пришел в страх. Он пришел в страх и говорит, горе мне, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. Что заставило ему это говорить? Он пять глав перед этим напророчествовал. Он был сосуд Господний, он был в труде Божьем, Господь его использовал. Но когда он пришел в присутствие Господня, он говорит, горе мне, он увидел, что он есть человек, что у него есть нечистые уста, что он живет среди народа с нечистыми устами, и ему нужно покаяние. Говорит, погиб я. И сегодня, друзья, нам нужно прийти в это присутствие Господне, чтобы увидеть себя, чтобы принести этот достойный плод покаяния, чтобы не просто помолиться словами и сказать, Господи, прости, я не такого был пред Тобою. Это только первый шаг, друзья. Следующий шаг, который мы должны делать, это оставлять. Оставлять то, что мы делали. Бежать от этого, что мы делали. Ненавидеть то, что мы делали. Ненавидеть грех. Это единственное, что позволяет нам Слово Божие или Господь ненавидеть. Это грех. Человеков мы должны любить. Окружающих мы должны любить. А грех мы должны ненавидеть, должны оставлять. Знаете, и сегодня я призываю каждого из нас, что мы пришли в это присутствие Господне. Перед нами будет молитва. Перед нами мы будем обращаться к нашему Господу. Я еще прочитаю Ефесянам перед нашей молитвой, и мы будем молиться нашему Господу. Это Ефесянам с четвертой главы. Возьму 20 стишка. Но вы не так познали Христа, потому что услышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека истлевающего в оборсительных похотях и обновиться духом ума вашего и увлечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы членят друг друга. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, пред не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это есть плоды или плод покаяния, если вот так мы поступаем. Это есть то, что сегодня нужно для того, чтобы покаяться, поступать вот так. Кто крал, пред не кради. Кто говорил плохие слова, пред не говори. Кто обижал другого, пред не обижай. Знаете, каждый раз, когда к Иисусу приходили, грешники каялись, Иисус говорил, прощаются тебе, но Он дальше продолжал, говорил, иди и больше не греши. Иди и больше так не делай. И сегодня, чтобы принести в своей жизни плод покаяния, нам нужно идти и больше так не поступать, как мы поступали, и тогда у нас будет плод покаяния. Тогда мы сотворим этот плод покаяния. Знаете, можем вспомнить такой пример, когда Иисус Христос рассказывал о Царстве Божьем, каково оно будет. И написано, что придут или предстанут пред Ним, некоторые, это можем читать в Матфею 7 главе, написано, что предстанут пред Ним и будут говорить, «Не твоим ли именем мы чудеса творили? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем, я так своими словами буду говорить, проповедовали? Не твоего ли имени мы многое делали во имя Твое». А Иисус говорит, «Отойдите от Меня, делаете ли беззаконие, я никогда не знал вас». Почему Иисус так сказал? У них не было плода покаяния, они не оставили беззаконие, они не покаялись в том, что делали, они остались в грехах. Хоть что-то делали во имя Господне, хоть что-то совершали во имя Господне, они не принесли плод покаяния, и им закрыть вход в небо. И сегодня, друзья, перед нами вопрос, что мы несем в своей корзине плодов? Есть ли там плод покаяния, потому что мы можем прийти пред Господа и услышать, «Я никогда не знал тебя, отойди от Меня». У тебя нет плода покаяния, у тебя нет того, чтобы был свободный вход в небо. Друзья, давайте пересмотрим свою жизнь. А для этого нам нужно войти в присутствие Господне. Для этого нам нужно прийти пред лица Господне. Для этого нам нужна сегодня благодать Духа Святого, чтобы Он нас наполнил, чтобы нам увидеть себя, увидеть себя глазами Божьими. Потому что я могу думать, «О Господи, я таков хорош! Я так правильно за Тобою иду! Я так правильно служу Тебе!» А Бог может сказать, «Жалок, беден и нищий!» И говорит, «Советую Тебе купить у Меня золото огнем очищенное и белые одежды обеленные». Поэтому, друзья, будем идти сегодня пред лицо Господне. Постараемся войти в это присутствие Господне, чтобы благодать Господня нас наполнила, чтобы сила Божья сегодня посетила нас. Аминь! Чтобы Господь сегодня коснулся сердца нашего, чтобы не напрасны наши были хождения, друзья, чтобы не напрасны наши были собрания пред лицем Господнем, но чтобы Господь помог нам совершить плод покаяния, истинный плод покаяния, чтобы нам больше не делать то, что мы вчера делали, чтобы благодать Божья увлекала нас, и мы были увлечены Духом Святым. Потому что мы можем сегодня смотреть на молодежь нашу, можем говорить, они не таковые, они неправильно одеваются, они неправильно ходят. Друг мой, посмотреть на себя каждый. Первый я на себя. Каков я сегодня перед Господом? Правильно ли я хожу сегодня перед Господом? Правильно ли мое хождение? Друзья мои, будем взывать к нашему Господу, поднимемся на ноги, войдем в присутствие Господне. Аминь! Молимся! Молимся!